Три, два, один, мотор. Боевая хореография с Янгом Манили. Постоянный вопрос, который нам задают в школе Рокки Джамп, как снять классную экшн-сцену? Янг не мог бы ты рассказать всем, как. Как снять классную экшн-сцену? Вообще-то это не так просто. Хорошо. Важна динамика. Просчитайте динамику. Номер один, динамика. Это еще должна быть зрелищность, очевидно. Номер два, зрелищность. И надо, чтобы это к чему-то вело, так? Это куда-то должно двигаться. Да, куда-то развиваться. Должна быть движущая сила. Какая-то причина драться. Номер три, причина драки. Привис. Объясни, пожалуйста, что такое привис? Привис сокращение от предварительной визуализации. И я долго не понимал, что это значит. Ну, есть сценарий, раскадровка, иногда анимированная. И, наконец, есть привис. Репетиция действия. День третий. Внутрь, наружу. Хорошо. Уклон и разворот. Наклоняйся. Хорошо. Теперь двойной блок. И удар-толчок. Клинтон Джонс, режиссер. Толкаешь. Билли. Отсюда поворачиваешься влево. Подсекаешь махом. Он шагает. Красавчик. Хорошо. Теперь смеешься. Просто надо знать, как выстроить кадр. Как будут двигаться актеры. Короче, знать все до того, как потратить деньги. Да, привис экономит огромную кучу денег. Он стоит денег в конечном счете. Потому что последнее, что вам нужно. Прийти на площадку и потратить 8 часов, пытаясь понять, что делать. День прошел, а на завтра вы на том же месте. То есть вы просто сокращаете стоимость на один день съемок, если у вас есть хорошо спланированный привис. Привис и финальная версия. Вот что важно. Вот зачем привис. Это время для игры. Вот почему мне нравятся привисы. Вы играете с идеями, строите концепцию, и вы можете попробовать что-то, не думая, вот мы потратили кучу денег, а это не сработало. Добейтесь чувства органичности. Это не должно быть реалистичным. Для меня это должно быть правдоподобным. Лично для меня то, как камера следует за хореографией, так же важно, как и хореография. Для меня движение камеры добавляет много энергии действию. И я чувствую, что это вовлекает зрителя не только тем, что он видит происходящее, но и чувствует это. Поиск ракурсов. Давай еще раз. Раз. Два. Да. Вот этого ты и хотел. Это работает? Да, потому что мне нужно уйти вверх и потом вниз. Следование за действием. И как бы подчеркивание его. Поиск нужного ракурса. Чтобы лучше показать, что рука сломана. Так как достоверность зависит от ракурса. Возвращаясь к достоверности. Да. Ты не можешь просто соснять это. Нужно почти преувеличить, чтобы был эффект. Тогда камера делает это гораздо более достоверным. Я был на семинаре Гаррета Брауна, создателя Стедикама, или Лайткама, и многое узнал. Главное, что он все время говорил, это следовать за действием. Если объект двигается, вы двигаетесь. Если останавливается, вы тоже останавливаетесь. Поэтому я часто применяю этот принцип в движении камеры. Например, когда бьется правый хук через руку, и камера снимает его с такого угла. Вот почему я люблю вращение, так как камера следует за движением. Хук летит отсюда, поэтому камера немного поворачивается. Вот так. И вот кулак останавливается, когда вы ставите блок, и камера тоже останавливается. Мое мнение о великих фильмах. Что они должны радовать глаз, слух, выносить мозг и трогать за душу. И если у вас получаются все четыре вещи, у вас будет отличная экшн-сцена. Огромное спасибо, Ян Гули, что пришел и любезно рассказал нам обо всем. Надеюсь, вы научились чему-то классному. Не забывайте, безопасность прежде всего. Не пробуйте ничего опасного. Не торопитесь. Найдите то, что будет работать. Будьте креативны и расскажите хорошую историю. Абсолютно. Мы думаем, лучший способ учиться – делать что-то самому. Поэтому первый совет-бонус – берите друзей, камеру, и снимите короткую экшн-сцену. И убедитесь, что у вас есть все четыре вещи. Динамика, зрелищность, история и движение камеры. Загрузите видео на форумы, и мы дадим наш отзыв. Вместе со всем нашим сообществом. И развлекайтесь. Перевел и озвучил Сергей Афонин. Перевел и озвучил Сергей Афонин.